хочу показать вам дополнительный такой бонусный урок до работу вот с такими вот гель-лаками сегодня буду я использовать номер 05 желтенький и будем делать с вами вот такую вот красоту я тут уже подготовила стандартным образом наш ноготочек сделала маникюрчик теперь я обезжирю ноготок мы с вами подберем сейчас размер гелевого типса использовать я буду вот такие вот миндальки интересные я возьму самый большой стандартный на подбираем он у меня подходит очень хорошо нанесу на него ультрабонд и уберу его в сторону на ноготочек также я нанесу nail prep маникюр мы с вами сделали полностью я срезала кутикулу потому что мы будем выкладывать гель-лак под кутикулу поэтому маникюр делаем от самого начала и до самого конца даже срезаем кутикулы наношу ультрабонд полностью на весь ноготок оставляю сушить его на одну-две минутки для работ я буду использовать вазу вазу медиа средней вязкости наношу я также полностью на весь ноготочек и отправляюсь сушить на 30 секунд мне понадобится две кисточки такая в которой мы делаем градиент к завод 3 дробь 0 и линерная кисточка для того чтобы мне разложить под кутикула наш гель-лак выкладываю дополнительно из флакона работать не буду так поудобнее давай еще пальчик раскладываю гель-лак под кутикулу буду заводить тоненькой кисточкой здесь буду распределять именно вот этой кистью растаскиваю практически чтобы у меня разошелся гель-лак в ноль и тоненькой кисточкой сейчас за виду под кутикула можно взять дополнительно гель-лак если вам его не хватает если хотите чтобы цвет был более интенсивный и аккуратненько разложу около кутикулы оттягиваю кутикулу наверх чтобы максимально близко у меня зашел гель-лак и просушил 30 секунд для того чтобы у меня мой гелевый типс прилег очень ровно и плотно мне обязательно нужно нанести еще разочек базу для того чтобы дисперсия была нам очень хорошая и адгезия чтобы было то есть свойство соединения получилось у нас на не на 100 даже на тысячу процентов еще раз я аккуратненько тоненько тоненько наношу и еще для чего нам нужна эта база когда мы с вами будем запиливать границу между гелевым типсом и ноготочком чтобы наш цвет никуда не ушел сушиленка просушили я сейчас буду прикладывать гелевый типс тоненько промазываем базой опять тоже скульпт медиум буду использовать без растирания но и без большие капельки просто распределяем ставлю под углом 45 градусов 3 и теперь я буду от кутикулы отступать миллиметр на 23 нажимаю выгоняю воздух смотрю чтобы у меня не было пузырей и помогает мне фиксировать фиксируем буквально секунд 10-15 из за того что у меня все-таки получилась такая толщина на ногти а наши гелевые типсы не арочные там изгиб не очень большой мы с вами и еще до полимеризуем смотрите у меня есть такой волшебный мой обратный пинцетик я его буду сейчас использовать аккуратненько подожму стеночки и юля мне поможет еще раз подсушить подсушиваем еще секунд 15 и отправляем сушить в лампу до полной полной полимеризации смотрим стены поджались смотрите как хорошо насколько он плотно у меня сел ноготочек отправляем сушить просушили убирая липкость в зоне ступеньки и буду ее убирать использовать вы можете любую фрезу можете керамическую это у меня такая тоненькая есть можно твердославную можно карбидную мы с вами убираем ступеньку подобрали ступеньку сделаем небольшой боковой стеночке выведу чуть-чуть подработаем с кончиком такой у нас с вами получился ноготочек ну и сверху хочется добавить чуть-чуть молочного поэтому я зашлифую ноготочек можно работать вазой можно работать гелем так как у нас гелевый тип не очень толстый я специально взяла потоньше для того чтобы поработать именно с гелем гели мы с вами будем использовать не из баночки а из флакончика то есть из бутылочки это вот геля который имеет жидкая консистенция то есть вязкость у них такая высокая даже скорее всего она невысокая наоборот низкая потому что они очень хорошо у нас выравниваются убираем пыльку не смотрите у нас какой же красивый ноготочек получился и вот буду использовать свой любимый milk буду делать небольшое скажем так укрепление тоненько промазываем отступая опять же от кутикулы но чуть-чуть заходя на наш ступень аккуратненько промазываю весь гелевый тип ставлю небольшую капельку в зону апекса чуть-чуть центрую слегка и переворачиваем с кончика как всегда мы с вами отгоняем тянем все к апексу и от кутикулы и от кончика переворачиваю смотрите как быстро у меня уже он замоделировался просушили и остаточки я уберу при помощи жидкости для снятия лака для жидкости растрат растворения гель-лака подпилю в ростике чуть-чуть может быть там топчик куда-нибудь попал и наш ноготочек уже с вами готов я поработаю еще очищающим спреем так как жидкости очень агрессивная сустав нее входит от 100 чтобы как следует смыть я вот обработанцы птичка смотрите вот такая вот у нас с вами получилась красота при помощи таких вот интересных гель-лаков таким со снежным эффектом да как будто на снежок здесь теперь дело осталось за вами работайте повторяйте и приносить клиентам радость м Продолжение следует...